Казахстанские бизнесмены просят депутатов изменить законодательство о госзакупках. Предприниматели предлагают внедрить единые требования, по которым будет оцениваться потенциал предприятия. Свои предложения бизнесмены озвучили на расширенном собрании фракции Нур-Отан с участием спикера Мажелиса Нурланом Нигматулиным и председателем Президиума Национальной Палаты Предпринимателей Тимура Кулебаева. В свою очередь депутаты предложили нацпалате предпринимателей участвовать на стадии разработки проектно-сметной документации проекта. Это очень правильно, потому что вы знаете, что уже на стадии проектно-сметной документации идет затачивание под конкретного производителя, то есть под конкретную импортируемую продукцию. И потом уже, когда идет тендер, уже бесполезно, вы находитесь в этой тендерной комиссии или не находитесь. Если это следит проектно-сметной документации, ничего там вы не измените. Нужно участвовать именно в момент разработки проектно-сметной документации, и там нужно указывать, что там должны быть отечественные товаропроизводители. Искоренять планируется и демпинг цен, из-за которых нередко тендер выигрывают компании, предложившие самую низкую стоимость Мы будем показывать случаи, когда выигрывают тендера с ценой в один тенге И даже уже есть в один тенг, что есть полнейший абсурд с точки зрения здравой логики И тем не менее это жизнь, это документы Вопросы связанные с конкурсом из одного источника Если до реформы законодательства по госзакупкам у нас где-то было порядка 20%, сейчас могу ошибиться, плюс-минус 2-3-4% по закупу из одного источника Сейчас это за 50 ушло, то есть валят тендера, потом говорят, что ничего не получается, вот мы назначаем его, он у нас больше всего подходит и он будет из одного источника Коррупциогенная норма, абсолютно коррупциогенная, ее нужно однозначно искоренять